и здорово народ с вами я блогер витайло и сегодня мы поговорим о том как сорняк пустить в расход и сделать из него например декоративные музыкальные красивые штуки такие как например посох дождя или дежириду так зима-холода я нахожусь достаточно реликтовым лесу огромнейший лес который разделяет зона вырубки лэп вот так сказать кладезь всяких интересных материалов из которых можно сделать всякие интересные изделия я сейчас лечу потому что ебать потому что была плюс 5 сегодня минус 10 кататься вообще невозможно вот и я хотел что там надербанить из деревяшек вот погода вообще не позволяет проведу там вырубки короче там полный трэш все снегу февраль вот примерно такого вида картину можно наблюдать после вырубок расширение зоны лэп примерно раз в несколько лет и давно хотел сделать одну вещь из такого зашкварного так сказать возможно зашкварного может и нет материала как борщевик сосновского или как там короче такая ядовитая штука достаточно красиво выглядящие которые не требуют достаточно больших вложений труда чтобы обработать полость внутренних как же неудобно вот и есть парочку задумок что может делать из этого инструмента и поехали добывать клёвый материал вот они заросли большевика которые растут по моему жизнь тут так на его достаточно крупный экземпляр у нас имеется этого ненавистного растения с которым мы сейчас будем извлекать пользу почему ненавистная потому что у него сок очень ядовитый может оставлять достаточно серьезные ожоги на теле а это падла растет как на дрожжах и не знает никаких гербицидов вот и надо сейчас из-под сугроба вырвать эта хрень главное не повредить полость какая красота да вот в этой дуре метр 3 наверное есть не больше может три с половиной вот и кому еще здравом умеет светлой памяти понадобится просто борщик среди зимы и сугробов все готовы итак вот так вот это все выглядит машине по классике жанра как всегда полный срач придется убираться вот сейчас я все домой завезу положу в теплое место может быть как-нибудь от фрагмент там пилой чтобы не расщеплять ничего но я ставлю сушиться насколько там не знаю насколько когда не высушится вот так что до скорых встреч через пару месяцев и так прошло уже больше двух месяцев а этот кожаный мешок все еще прохлаждается зануды моды он посох дождя это перуанский древний инструмент сделанный из кактуса у которого иголки почему-то растут внутрь но не беда симпровизируем их с помощью зубочисток но и скорее всего на поле возле твоего дома поживает такой инвазивный ветер не так как борщи и сохла эта штука как раз около двух месяцев и превратился в некую погремушку только сыпь туда горох бисер крупу и готова природа уже все сделала до нас далее с помощью нити размещаем зону куда будут втыкаться зубочистки можно так тыкать а можно решил им подготовить отверстия они же дырки а и и в качестве погремущенного наполнителя я взял что было а именно гречу ну и немного горох чтобы неповадно им там были всяким гречкам сыпаться огнесток вот он и застрял да прикольный горох может больше на речке больше уважаемые подписчики сейчас я вам покажу жилища это это его шкафчик полный гороха это его постель это виталий рукожоп ручка но за гречка как дети в африке глади перевозим гречек и чтобы заглушить отверстия были вырезаны заглушки из 4 миллиметровой фанеры и посажены на дедовскую шпатлевку из пва и опилок почти как из говна и палок но надежнее и хорош итак вот такая вот прикольная штука получилось кто-то скажет просто я скажу возможно но без перкуссии ни одна музыка не будет звучать красочно глубоко и поэтому перкуссия это именно перкуссионный музыкальный инструмент нужен в обиходе если вы музыкант вот и на стену даже не стыдно повесить также 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 получилась вот такая вот такая вот штука типа это а-ля диджи реду диджи реду это отдельный вид музыкального инструмента но я даже не буду позориться потому что блин из такого вот травянистого не такого уж плотного и звонкого растения как борщевик диджи реду вообще-то не делается вообще-то не звучит согласен и поэтому и поэтому короче я сделал вот такой вот диджи реду начинаю делать и начинаю изучать чем больше смотришь всяких роликов или читаешь статьи тем больше удивляешь насколько это универсальный точнее удивительный музыкальный инструмент здесь сюда надо дуть принципе схема проста достаточно да вот но это прям отдельная тема для видео и вот он уже почти готов и скоро я залью и попробуем разобраться как на нем играть и возможно чего-нибудь попробуем получится играть а если тебе это видео показалось полезным может поставить лайк или дизлайк если не полезным и подписывайся на канал всем удачи всем пока